За последнюю неделю ситуация на фронте обострилась. Боевики используют не только пулеметы и минометы, вход идет и психологическое оружие, а ситуации на позициях вблизи Новоалександровки Луганской области в материале корреспондента в ЮЭТВ. Складной автомат Калашникова Пелагея разбирает за 14 секунд. Каждую неделю мы должны чистить автоматы, сдавать на проверку командиру роту, или он приходит и сам проверяет лично, чтобы все оружие было почищено. Чтобы в экстренной ситуации оружие не заклинило, не было утыкания. Девушке 20 лет. Из них три года она воюет. Пелагея родом из поселка возле города Счастье Луганской области. После освобождения оккупированного поселка украинскими военными девушка решила служить в вооруженных силах Украины. Говорит, сложит оружие, когда в родной дом придет мир. Когда успокоится все, и семья просто сядет за стол и скажет, вот все хорошо, мы дома, мы в одной семье, и будет все хорошо. И дети будут прыгать рядом, радоваться жизни. Это, кажется, самое главное. Сослуживцы поддерживают девушку. Она не боится. Учится всему. Не все все знают, но старается, учится, набирается опыта. Будем до конца с ней, до последнего. Будет бой. Будем за нее горой стоять. Эти позиции боевики обстреливают регулярно. Слышали? Это не с аппендицита работает там. Посадка у нас есть, развилка такая. Это, в основном, они туда вылазят и работают по нам. Сейчас, когда выборы, они в основном и начали по нам работать. Так, в основном, тихо было днем, вот только вечером. Вот так сидишь, видно, как трассера летают. А сейчас и днем хорошо стреляют по нам. Противник использует и психологические приемы. Мне написали, типа, я знаю, что ты тут, типа, я скоро буду у тебя дома. Я говорю, ну, пока я тут, а ты у меня дома не будешь. Армейцы готовятся ко второму туру выборов. Ожидают очередного обострения боевых действий.